ну что ж показываю то что происходит у нас сейчас в квартире какой у нас просто невероятный бардак это коридор и здесь все все распределено что куда поэтому не думайте что это просто так валяется здесь мусор в углу конечно и вот это мусор сюда будем еще там мелочевку складывать это вот на дачу там выбросить нужно в общем вот так вот все шкафы пустые естественно все уже сложили здесь устали как не знаю кто так теперь смотрите дальше что происходит здесь тоже уже шкаф сложен что-то под ногами валяется ну ванна еще пока так еще в относительном порядке но уже тоже это кухня это кухня кухня уже увезли этот холодильник мы забирать не будем потому что у нас там будет новый холодильник поэтому знаете очень удобно было его не увезли мы здесь спокойно с холодильником едим и все у нас порядке а вот эти кстати царапины остались после того как мы сюда переезжали когда мы сюда переезжали холодильник был новый ему всего год было вот мы здесь лет 11 до 11 лет мы здесь живем и вот у нас все этот холодильник был теперь он работает уже знаете плохо уже его ремонтировали поэтому мы решили купить новый и когда нам сюда заносили то вот так вот поцарапали бог прямо очень сильно где-то притерлись мы очень переживали что холодильник не будет работать ничего нормально даже после такого он вполне хорошо работал а вот это обои как видите у меня здесь вот такие светленькие наклеенные обои подождите я вам свет включу вот так вот здесь у меня светленькие обои кстати у меня и на кухне отсюда я уже сняла цветок у меня цветы и на кухне естественно ну как вы понимаете я без цветов не могу и здесь у нас ведь тоже бардак и вот эти обои были наклеены первоначально вот с этими чашечками кофе мне почему-то показалось что вместе с вот вот этим вот фартуком кухонным будет просто классно смотреться короче говоря когда мы повесили мою салатовую кухню ну вот просто понимаете мне не нравилось вот вообще не нравилось и я мучилась мучилась несколько лет потом в итоге мы взяли и переклеили эти обои здесь у нас висит телевизор висит до сих пор потому что просто про него забыли он старинный при старинной но работает безотказно сейчас я вам покажу как кухня выглядит полностью то есть на такая удлиненная здесь обеденная зона у нас вот на кухне обеденная зона а там сама кухня была но теперь все 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 что здесь осталось разруха а вот эти надо снять я не знаю если мама захочет то мы заберем они у меня уже бедные паутины заросли мне просто вообще не до паутины сейчас вы не представляете сколько сборов сколько на это всего сил уходит от понятия все равно уже паутина где-то не паутина я просто устала так это у нас коридор коридор видеть какой весь изогнутый был но он очень большой учитывая что здесь огромные шкафы стоят когда очень большой вам но там мне кажется даже еще побольше будет здесь гардеробная кстати гардеробную я вам не показывал наверное хотя может когда-то в каких-то видео и показывала здесь у меня раньше обувь стояла теперь здесь стоит то что собрано это что вот мы сейчас будем носить а вот это вот что-то там на дачу короче говоря вот так вот висит а так все полки пустые это тоже полотенчики сменные тумбочка полностью набита всей моей обуви она естественно вся не поместилась так но вот эта комната где я провожу съемки здесь тоже было только что все завалено но мы унесли потому что будет передвигать завтра у нас 12 дня приедут и будут мебель вывозить ведь уже ручки откручены так тоже тут можно еще включить свой свет поярче сейчас мы вот так вот лучше все и здесь я уже освободила все стоит видите я просто уже взялась немало это все по ходу знаете пока в одном месте убираешь какой-то вообще просто развал в другом месте просто ужас в общем и вот отсоединил он мебель она была соединена и завтра придут уже будут выносить кондиционер мы оставляем естественно здесь мебель мягкую в последнюю очередь будем перевозить я себе из косметики оставила только то что вот прям необходимо мне кистях не стала перебирать думаю вот этот столик меня там внутри столика лежит все что нужно вся косметика какая нужна и на столике стоит и в принципе мне этого достаточно извините вы будете видеть везде пыль потому что ну сами понимаете коробки трясем вещами и никакого просто речи не идет ни о каком порядке бесполезно что-то пылесосик потому что чуть-чуть что-то пособирал и все и все снова грязно пыльно а вот эти шторки у меня пойдут в зал эти шторки очень крутые я когда-то заказывала и платила за них прям очень неприличную сумму и они действительно такие знаете вот как я люблю классика если вы помните у меня там обои похожие тоже какие-то вот с такими вот цветами с такими вот таким рисунком я думаю они будут классно смотреться не будут сливаться тюль пока тоже поедет это кто-то говорил что надоело это тюлька в общем эта тюлька все равно с нами едет здесь тоже это окошко уже приоткрыто потому что мы здесь умираем от жары кондиционер не включишь потому что знаете когда делаешь потеешь и просто не хочется заболеть при переезде тут мои фиалочки естественно мне некогда наводить порядок я их только стараюсь поливать это из новеньких я вам обязательно покажу я съездила в одно очень интересное место потом вам буду рассказывать на лоджии все то же самое вся лоджия завалена полностью это пупырка чтобы упаковывать все 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 в коробках фиалки еще мои здесь потом буду аккуратненько их перевозить что-то мой в этот банан стал желтеть честно говоря пока не до него и и вот еще видите всякие новенькие фиалочки у меня а так наверное практически все все по старому может быть несколько новых каких-то растений появилась но опять-таки извиняюсь легкий бардачок да не легкий бардачок здесь приличный потому что руки не доходят некогда и я стараюсь хотя бы поливать вон там паук что сделать так вот вот так выглядит хаос при переезде сейчас мы здесь немножко разгребен и уже знаете сколько час 41 ночи вот мы до сих пор вот я вам даже покажу часы и мы до сих пор разбираем чё-то делаем началась разборка двери а где картонки такие картонки на полу здесь лежали ну я чуток прибралась ну я чуть-чуть чуть-чуть освободила место и повыкидывала картонки но я же не знала что это были нужные картонки но надо же как-то кровать разложить а я не помню в какую из помоек я выбросила пока я вымылась это лишние детали да я так и подумала начался вывоз мебели это коридор посмотрите какому сюрприз обнаружили это где стоял шкаф и мы теперь вот эти задние стенки мы выкидываем и коля будет что-то покупать новое в качестве задних стенок потому что вот такое безобразие вот оно там даже пятно образовалась если видите но это невозможно вести вот так вот жили и не знали что у нас такая ерунда так один шкаф этот уже вывезли точнее вынесли сейчас его там упаковывают пока разбирается сына следующая тумба я папарацци а коля вот зеркало еще станет не знаю разобрали мой любимый комодик главное в этом углу плесень а в этом вот где стоял здоровый шкаф вообще ничего это шкаф намного больше вообще все чистенько интересно конечно вынесли уже второй шкаф практически коридоре и вынесли по моему я уже сказала что у сына из комнаты вынесли шкаф тоже сын раскручивает мой шкафчик естественно этот шкафчик со мной едет и сын тоже да сын так мы же с вами папарацци сейчас посмотрим как грузит мою мебель если мы вообще как-то сможем это сделать окна грязные потому что они не мытые предполагалось что я переезжаю весной еще до наступления тепла но увы так мы и протянули и теперь мы переезжаем уже в конце августа вот так грузят мебель так это увозят первую партию мебели все муж поехал туда сына это что да поехал остался последний шкаф пришлось его разобрать этот самый угловой шкаф был оказалось что он очень большой и просто-напросто не влезает лифт вот его разобрали сейчас наши работники сказали что они проголодались пошли куда-то перекусить поэтому мы их ждем коридор вот в таком состоянии еще не все вывезено я имею ввиду из мусора больше вот эти корзины еще надо вывести это от вот этого шкафа вы знаете я с мамой поговорила и мы правильно поняли почему здесь такое случилось сейчас я вам покажу начала вам рассказывать и работники пришли короче мы поняли что здесь случилось вот здесь у нас ванная вот за этой стеной вот там ванная а вот тут туалет а вот здесь вот такая здоровенная огромная вот здесь вот прям проходит шахта вот она вот так вот снизу и пошла вверх и там постоянно у нас влага в этой шахте но техническая естественно шахта а постоянная влага и поэтому наверное вот такая вот некрасивая вещь и получилось пока мы жили шкафы огромные не отодвинуть сейчас все естественно мне придется уборкой немножко заняться все это по выметать чуть-чуть пылесосом поработать вынесли стенку поэтому уже сами на так полностью вынесли стенку на сегодня это последний раз они увозят мебель и останется только мягкую мебель вывести ну вывезут когда там установят чтобы можно было приехать раскладывать а когда там установят там уборка будет сделано и тогда уже можно завозить мягкую мебель сами понимаете чтобы не в грязь в общем нигде больше такого не случилось да вот здесь тоже все плотно плотно прям стояла видите мы даже убирали плинтуса чтобы мебель плотно стояла но все в порядке только вот в коридоре вот так представляете мы даже и думать не думали и знать не знали что у нас вот такое вот происходит надо а вот здесь все чистенько просто вообще единственное что вот что в новой квартире что-то не везде свет не знаю почему вот сюда всю мебель заносит еще не все занесли так не сюда один шкаф занесли ну ладно этот шкаф пока временно у меня будет действительно вот это надо было в комнату сына нести вот такая пока не разбериха здесь привезли двери сейчас будем поднимать остальную квартиру она по моему уже здесь в лифте не нужно не нужно не нужно но это не не и и но мы готовы, мы сошли самое важное если еще дайте сквейку адресу или не удастся снимаю то, что на данный момент все здесь заставили дверьми у меня муж дособирает мебель на кухне фактически то же самое но только еще немножечко завалили всякими вещами нужными и ненужными и сделали посмотрите какие бортики вот тут еще не доделано но вот будут делать бортики сейчас я вам покажу как это будет выглядеть на кухне вот бортик и что самое интересное вот здесь так что все красивенько это пока на кухне это пока на кухне а мыть и вызывать будем клининговую компанию чтобы она подготовила они все здесь уберут отмоют хорошенько подготовят всю мебель к тому чтобы просто уже привести вещи и раскладывать решили вот так сделать мне муж так сказать поможет вызовет специалистов которые все сделают и все будет красивенько коридор пока естественно забит весь всякими полками ящиками и всем прочим от мебели мебель мы перевозили ту же что у нас вот там коридоре это два огромных шкафа один из них уже вот где один из них уже вот где установлен ну естественно еще двери стеклянные не повешены буквально чуть-чуть осталось второй шкаф будет вот здесь вот в этом месте вот от него все боковинки и вот это ящики тоже от него обувница не знаю пока еще где будет но наверное где-нибудь здесь посмотрим куда обувницу поставить это вот место я купила если вы видели мелькала у меня в видео господи как ее банкетка и вот тоже я смотрю или обувницу вот сюда поставим банкетку сюда в общем как-то будем смотреть потом куда она влезет банкетка или вообще на эту сторону посмотрю это то что на данный момент в зале а в зале пока частично тут не вся мебель которая будет в зале стоять ну вот она белая глянцевая мебель ее практически уже собрали а муж просто доделывает вставляет в мой комод вот эти ящички вот так поставили и уже так знаете по другому квартира начинает смотреться более-менее обжитой ой пойдемте мы с вами в ванную в ванную вот что в ванной так света у нас нет но мы iphone думаю нам в помощь здесь посмотрите как переделали здесь сделали вообще немножечко по-другому и из того что выдает что здесь будет вот это вот сам люк только вот это вот какое-то из этих мест получается где он открывается а так посмотрите сделали намного лучше я попросила убрать отсюда рисунок потому что мне показалось что он здесь просто некрасиво смотрится и не нужен я подумала что рисунков вот на одной стороне и на другой стороне будет вполне достаточно вот эти естественно распорки то все уберут это пока здесь все конечно же заделают все щели это вот буквально сегодня все сделано и в следующий раз я приду и уже полностью досниму но я думаю уже и так видно что это совсем по-другому смотрится это уже все гораздо лучше ну естественно будет унитаз здесь устанавливать в моей комнате пока пока вот это вот моя икеевская опять я не знаю почему свет не включился здесь ну и ладно мы с вами и так посмотрим вот это моя икеевская штука она пойдет вот туда стоять а вот этот вот это они туда принесли это из комнаты моего сына вот этот шкаф лежит а вот этот вот шкаф зеркальный временно пока будет у меня стоять вот около этой стены естественно я его потом поменяю на белый все это понятно но пока пока задача разложить все вещи чтобы они поместились а потом уже смотреть что и как ну естественно все вот это уберется кстати купили заднюю стенку вот она похожа задняя стенка вот та что вся в грибке было теперь у нас будет новая поэтому никакой грибок мы за собой сюда не привезем все остальное оказалось вполне чистеньким хорошим грибок затронул только вот именно вот эту заднюю стенку а все остальное осталось целым невредимым так и вот этот вот комод мы перевезли о кстати муж доделал вообще отлично все муж доделал теперь можем идти домой шикарно я не знаю буду ли я скреплять как у меня было раньше скреплено наверное я не буду скреплять вот эти вот мебель между собой мне нравится вот такое пространство более свободно как то получается только равномерно естественно поставлю ой вот это из комнаты сына мы за собой притащили потому что у меня там была гардеробная много вещей хранилось и вот теперь мы не знаем куда все распределить ну по крайней мере пока а кстати шкаф далековато его надо придвинуть к этому куглу мы не знаем пока но я не уверена что мы его разместим вот эту тумбу скорее всего придется ее в добрые руки соседям отдать кому нравится потому что у меня такое ощущение что она никуда не вписывается к себе ее в комнату не хочу даже временно брать потому что я буду для вас видео снимать и чего вот эта бандура будет у меня на заднем фоне нет лучше пусть будет стена ну все все это входная дверь и доборы они по моему подошли идеально хотя выбирали их отдельно фактически по памяти как выглядит дверь ну по моему вообще все здорово получилось к двери все подошло двери ставим пока временные ну как временные в туалете ванны они так и останутся эти двери вот сюда я хочу поменять их в свою комнату ну потом в принципе еще не доставили до конца а я не знаю завтра придут будут доделывать я залезаю я залезаю что переставит ну на удивление стал шкаф хорошо и даже не смотрится каким-то бельмом за счет того что вот такие вот обои я наклеила так но этот шкаф не там будет стоять он будет вот здесь вот с этой стороны а это в колькину комнату в комнату сына будет сейчас я вам с другой стороны покажу вот посмотрите мне кажется прям даже ничего ну я думала хуже будет смотреться кто там спрашивал как поставили как сделали пол вроде бы претензий нет завтра приедут уже клининговая компания мыть и поэтому я вам уже покажу все как получилось так к этой двери я выбрала вот такую ручку но к сожалению вот этой штучки белой не было так что так что вот так вот увижу куплю просто некогда было бегать за этим так здесь ой ой можно сюда заглянуть а можно как-то так чтобы я вместе с косяком совсем не вынесла только вот сегодня запенили поставили здесь завтра не будет размещаться ручки еще не прикрутили но естественно не убрали все ну вот в общем то уже более менее понятно это двери устанавливают теперь частично двери установлены и выяснился опять очередной что называется косяк а все дело в том что мы предполагали немножечко другую расстановку мебели и дверь должна была открываться в эту сторону и вот здесь выключатель ну теперь дверь открывается вот в эту сторону и выключатель остался здесь и придется нам пока еще не заделали дверь вот так вот вот так вот 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 вести его и с той стороны выводить ну как то так ну мы и так уже по моему все учили что могли вывоз цветов это еще не все это лишь частичный вывоз ждем лифта вот еще мои фиалочки это мы еще в старом пока доме мы уже выехали но вот остатки забираем вот снимаю для вас заключительную часть пока потому что столько работы вообще некогда снимать что-то мы уже здесь живем второй день цветы мои пока еще не все перевезены сегодня последняя партия приедет ну вот так вот выглядит конечно пока бардак сами понимаете а все это раскладывается развешивается вон муж сидит фильтры устанавливает вот так выглядит кухня ну вот таким образом уголок сюда поставили но тоже пока пока вот так пустовато и с бардачком на лоджии я успела хоть половину как-то перебрать но как видите просто ой вот так пока мои цветочки стоят освещением тут вообще просто море и то я включила в принципе пока еще светло но цветы любят свет поэтому я предпочитаю чтобы все время было включено в общем вот в таком виде лоджия пока естественно тут инструмент так давайте с этой стороны сниму как кухня вот так ну вот вот так вот пока в бардачке коридор это вообще это отдельная песня и это страшно вот эти вот коробки которые вот так вот навалены это уже надо выносить все на выброс вот лежат чьи-то башмаки я думаю тоже стоит взять и выбросить их можно короче мне разрешили башмаки тоже на выброс отправить так вот это это я вчера один день мы вообще до пяти утра все разгружали второй день второй день вчера я не помню до трех по моему и вот эти коробки это уже разгружены их надо выкидывать ой боже мой это зал но опять таки опять с бардаком опять здесь что-то стоит вот так все выглядит на данный момент я даже не знаю показывать это не показывать потому что ну пока никакого вида сами понимаете все так разбросано часть цветов здесь стоит стоит эта штука как это называется лестница вот это потому что муж будет что-то не может быть и карнизы сейчас цеплять мы здесь спим и здесь такое яркое солнце с утра а я не могу меня солнце раздражает и я и одеялом себя накрываю и что только я не делаю а нет мне нравится солнышко просыпаться под солнышко все очень круто но тем не менее надо шторки повесить здесь тоже еще картины мои не висят ладно идем дальше идем дальше здесь вы все видели комната сына тоже пока вот таким образом выглядит пока поставили ну так чисто условно видите еще не перевезен компьютер его остался и нужен новый стол покупать нужно вот это это вообще временная вот эта тумба она просто временная когда разложу вещи возможно ее на выброс просто пока куда то надо все раскладывать но тоже самое еще не вешали шторки два дня еще только здесь так ванная туалет да ванная пока здесь царит хаос видите вот такой вот даже полотенце некуда вешать а это мой сын так умудряется руки вытереть все стирку полотенце сюда будет для полотенец естественно вешаться здесь будет еще люк закрываться будет подключаться машинка еще не подключена это естественно все будет убираться короче говоря пока здесь бардак но зато уже красиво вон как так с раковины совсем ладно будем наводить порядок туалет это боль понимаете это боль пока здесь воды кстати горячей нет до сих пор видите бойлер работает а боль почему потому что пока переделывали вот эту стену сломали механизмы люков и теперь они не закрываются и вот теперь муж будет либо новые люки ставить либо там какие-то запчасти ищет я просто не знаю что сказать здесь еще душ гигиенический не закреплен ну и как обычно бардак здесь пока не купили раковину и в эту господи шкафчик ну тоже все в бардаке бардаке все понимаете показывать особо нечего я вам показываю так промежуточный результат как выглядит переезд боже мой здесь моя картина и у меня в комнате это просто вообще вон там в том месте у меня будет рабочая зона где будет стоять ноутбук оттуда будет съемка вестись вот все видите вот так стоит это прикрывает от солнышка потому что мне сейчас краситься надо вот мой туалетный столик пока мне сейчас краситься надо и яркое солнце в глаза я очень рада что у меня все так конечно солнечно но сами понимаете какие то моменты есть в этом но повесим шторки я думаю будет все нормально вот так пока вот эта штука пригодилась с которой я вам снимала ссори лифчик вот так висит ну вот так вот так бардаченция ну это моя люстра вторая вот такая тоже пока не до люстры здесь хоть расставила вот вот здесь только еще не нашла где у меня что лежит отсюда а здесь уже видите все расставлено ну как то так девочки мальчики как то так живем пока в хаосе и в бардаке но я надеюсь что это ненадолго кстати вот дверь не помню показывала нет какая она светленькая по-моему показывала а и еще одну вещь хочу показать которые у меня не было но теперь она будет это сушильная машина чтобы не сушить на лоджии потому что на лоджии будут цветочки но это все пока сниму продолжение когда расставлю все более менее ну пока вот такой бардак но я рада все равно мы переехали мы в новом месте мы уже немножечко отпраздновали с тортиком в пять утра в четыре утра был тортик и вчера мы тоже опять таки ужинали часа в два точно не раньше в общем мы уже на все забили на все режимы что есть на ночь нельзя потому что мы целый день бегаем и нам не до чего ну все всем пока пока